Город Тарас, Байзакский район, Леата, Феникс. Нам сказали, что это самая крупная птицефабрика в Жангульской области. О том, как создавалось данное предприятие в нашей сегодняшней программе. Фарида Женосова – человек, который стоит у истоков образования товарищества. С 2010 года начались подготовительные и строительные работы. А 30 декабря прошлого года можно считать днём официального открытия птицефабрики «Аулиата Феникс». Раньше в селе Мрзатай была индийководческая фабрика. Сегодня это село и вся Жангульская область может похвастаться огромной птицефабрикой мощностью 4000 тонн мяса в год. Планировалось, что при реализации проекта будет использовано самое современное оборудование и новейшие технологии от производителей с мировым именем. На сегодняшний день в список достижений птицефабрики можно внести широкий ассортимент продукции и налаженные за короткие сроки производства. Сначала нам выделили деньги на строительство. Это был первый этап. Второй этап – выделение денег на приобретение оборудования. И третий этап подразумевал выделение нашему ТО денежных средств на покупку инкубационных яиц. Основным направлением деятельности птицефабрики является выращивание цеплят-бройлеров и производство мяса птицы. Функционирует предприятие по голландской технологии напольного выращивания птицы с последующим убоем. Как вы сами увидели, там у нас находится убойный цех, где мы производим забой курицы. Разделываем ее и здесь, в этом цехе, в котором мы сейчас находимся, мы раскладываем курицу по таким вот упаковкам. Забой у нас происходит по методу халал. Что значит халал? Это значит, что все чисто, аккуратно, без примесей и добавок. Экологически чистый продукт. И данный факт вызывает у нас гордость. Давайте я вам сейчас покажу поближе. Это вот наши куры. Они были отправлены на забой на сороковой и сорок первый день. Их вес составляет почти два с половиной килограмма. Как бы ни скромно это ни звучало, но мы единственные в Казахстане, кто производит кур такого веса. Основным поставщиком сельхозоборудования и сельхозживотных выбрали Нидерланды. После завершения работ по проведению света, газа и воды были закуплены инкубационные яйца из Голландии. Через 21 день вылупились птенцы. Словом, первая партия продукции получилась очень удачной, говорит председатель ТО. Разумеется, когда начинаешь собственное дело, на каждом углу поджидают трудности. А еще страх перед неизвестностью тоже нагоняет тучи. Но мы очень гордимся собой, потому что мы вышли на полную мощность всего за пару месяцев. Тогда как некоторые достигают такого показателя лишь по истечении 5-6 месяцев. В 2018 году хотим выйти на мощность 7-8 тысяч тонн куриного мяса в год. Все оборудование было закуплено в Нидерландах. В час происходит забой двух тысяч кур. В течение 8-часового рабочего дня эта цифра достигает 16 тысяч голов. 16 тысяч голов – это примерно 25-30 тонн мяса. Высокотехнологичная птицефабрика с глубокой переработкой планирует наладить производство полуфабрикатов до такой степени, что будет обеспечивать местный рынок на 100%. В состав предприятия входят кормовой и убойные цеха, инкубатор и комплекс отчистных сооружений. Наша ежедневная работа заключается в том, чтобы размещать птенцов, поступивших из инкубатора. А это 34 и 35 тысяч птенцов. Мы кормим их, следим за их самочувствием, следим, чтобы подстилки были сухие. Птицам ведь должно быть комфортно. Кормушки и поливалки проверяем ежедневно. Часто так бывает, что не достают до воды. Отпускаем устройства до их уровня. Давление и температура в птичнике, а также вес птиц – это все на нашей ответственности. Одна из главных задач содержания кур в птичнике – создание достойных условий. Из трех существующих методов содержания молотника клеточно комбинированы. И напольный здесь выбрали последний. Данный способ выращивания кур подразумевает постоянный контроль за подстилками, так как куры должны чувствовать себя комфортно. Если следовать советам опытных птицеводов, то большое количество движений кур – залог вкусного мяса. А чтобы перемещения были комфортными, подстилки всегда должны быть чистыми и сухими. Есть определенное время, когда происходит взвешивание. Также есть время для подпитки их витаминами. Вот, собственно, это наша ежедневная работа. Бывает основной забой и предзабой. На предзабой их уносят спустя 28 и 35 дней, как они поступили из инкубаторов птичник, то есть два захода. А основной забой происходит на 40 и 41 дни. Самый последний заключительный забой мы производим на 41 день. Потому что к тому времени птица набирает внушительный вес. Стоимость проекта ТО «Аулиата Феникс» составляет 1,16 миллиардов тенге. Так как ранее на этом месте находилась индиководческая фабрика, при подготовке проекта «Аулиата Феникс» было отремонтировано 16 птичников, склады, лаборатории и административные здания. А также реконструированы убойные и комбикормовые цеха. И построен новый инкубаторий. Реконструкция проекта обошлась в 9,3 миллионов. Собственные вложения составляют 1,8 миллионов, а заемные – 7,5 миллионов тенге. На сегодняшний день птицефабрика обеспечивает более 100 жителей села Мрзатай рабочими местами. На данный момент у нас на птицефабрике трудится 120 человек. Среди них огромное количество профессионалов, чему я очень рада. Они очень сильны в своем деле. Многие мои сотрудники – это работники со стажем. Они пришли ко мне с огромным опытом. И вот сегодня трудятся во благо нашей птицефабрики. На сегодняшний день наша продукция продается во всех уголках нашей республики – Алматы, Шимкент, Атарау. Теперь мы хотим сотрудничать с киргизами. Сейчас как раз ведем переговоры. Не могу не похвастаться нашим брендом. Если увидите, то обязательно попробуйте нашу продукцию. Амбициозные планы, большие возможности, огромный потенциал. Птицефабрика «Авлиота Феникс» ворвалась на рынок словно глоток свежего и мощного ветра. Столь динамичное развитие в скором времени станет залогом занятия лидирующих позиций не только в области, но и в стране. Мы держим руку на пульсе цен продовольственных товаров первой необходимости. Поэтому предлагаем вашему вниманию новую рубрику программы «Агросектор». Информация предоставлена Управлением сельского хозяйства областей и городов. Продолжение следует... В Южном Казахстане планируют создать региональный кластер по выращиванию индейки. Данный комплекс будет создан на базе ТО «Ордабаса-Хос». Данная компания – это первый на территории ЕАЭС и пока единственный проект по выращиванию индейки в Средней Азии. Более 40% произведенной продукции предприятие экспортируют в страны Евросоюза. Крупнейший производитель вина в Черногории потерял доступ к российскому рынку. Запретил поставки вина Роспотребнадзор. Согласно утверждению ведомства, компания не прошла проверку по критериям качества и безопасности. В составе вина были обнаружены пестициды и пластификаторы, а также посторонние включения. В Шардаринском районе Южно-Казахстанской области открылся новый рыбный завод в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Мощность завода – 600 тонн рыбной продукции в год. В настоящее время здесь производят филе, замороженные и копченые виды рыб. А произведенная продукция вывозится на рынки стран Европы. Главное госуправление Китая по контролю качества инспекции карантина недовольно качеством российского меда и может полностью отказаться от его закупок в случае выявления нарушения. По информации РБК, по итогам 2016 года Китай стал крупнейшим покупателем российских продуктов, сменив прежнего лидера Турцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин